Держитесь, куряне. Пропагандистка Маргарита Симоньян, которая перед началом войны рассказывала, как они эту Украину победят за два дня, теперь не знает, что тут можно еще сказать, и поэтому будет молиться за вас в своем уютном подмосковном особняке. А тем временем в бывшей Курской области, так называемой России, солдаты путинской оккупационной армии поднимают руки и сдаются в плен украинским защитникам. Это верное решение. Им повезло. Я Емеляин Максим Павлович, 01.08.2003. Я Колесников Данил Александрович, 08.12.2001 год. Их обменяют на плененных украинских героев, и они вернутся в так называемую Россию и получат какие-нибудь фальшивые медали. Или же они будут на украинской стороне воевать против Путина за лучшее будущее и станут настоящими героями. Тело решило сдаться. Ему везет, будет жить. Скинул рюкзачок, броник. Вот приличный человек решил сдаться. Если повезет, будет служить в РДК. Вот еще один, походу, решил присоединиться пассажир. Еще один раздевается. Притом отметим, что благородно, в отличие от них. Их никто не расстрелял. Потом следим по-любому. Не осуждаю. Чем воевать за Путина, лучше сдаться в Украине. Да, с Кобеев бы стоило это посмотреть. И вот еще два тела тоже решили последовать примеру товарища, остаться в живых. Вот лежат они в портках. Сейчас их примут. Отмоют. Сдаются вот пять человек. Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Бровь поднимем, и Украина помет все. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Утро вторника для приграничных с Украиной районов Курской области вышло, мягко говоря, непростым. В сеть местные выкладывали вот такие вот видео и подсчитывали ущерб от обстрелов. Тут ракета упала, тут одна вот здесь вот упала. Бэхи пиздец. Оптимизма не добавлял и в рео-губернатора региона Алексей Смирнов. Можно было даже не слушать, что он говорит. Все было написано на лице. Прошу всех соблюдать требования мер безопасности, укрываться в безопасных местах в случае получения сигнала, сообщать о подозрительных предметах, сообщать о подозрительных лицах и внимательно следить. Идет вброс фейковой информации. Верьте только официальным источникам. Куда оптимистичнее сообщения приходили от Минобороны России. Да, попытка прорыва границы была. Группировка пыталась укрепиться, но российская армия дала отпор. Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары. Командир спецназа Ахмат, генерал-майор Аптео Лаудинов, вообще заявил, что это были последние резервы ВСУ. И теперь российская армия выходит на финишную прямую к победе над Украиной. Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению данного СВО. И дальше уже нас вряд ли кто остановит. Так что все успокаиваемся, берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Так что, друзья, Ахмат силы, Россия, мощь, Бог един, Аллаху Акбарь. Скоро Украины не будет, не переживайте. Ахмат сил, Аллаху Акбарь. Они больше не появятся здесь никогда в жизни. Мы Ахмат, Ахмат сил, Аллаху Акбарь. Ну а в Z-пабликах задают все больше вопросов по поводу обороны так называемой Курской области. Многие представители военного командования с удивлением узнали о прорыве в СУ 6 августа. Разведка накануне сообщала о подготовке диверсий, но не полноценной атаки. Принять бой пришлось пограничникам. Увы, кадровые военные из подразделения Ахмат покинули зону активных столкновений. К вечеру ходили слухи, что они уже в Курске. Переброска резервов в Курскую область затягивается. Потому отбиваться пришлось силами срочников. Понесет ли кто-то ответственность за случившееся? Хотелось бы знать, кто и каким образом пропустил подготовку врага к массированному наступлению. В Кремле в это время ломают голову над политическим моментом. Бомбить авиацией и артиллерией собственные города не с руки. А иначе выбить противника шансов нет. Бои продолжаются. Российские власти многократно заявляли, что призывники не будут принимать участие в боевых действиях. Изданию «Важная история» удалось подтвердить личности молодых людей. Одному 22 года, другой на год младше. Как давно служишь? С 17 декабря. Контрактник или срочник? Срочник. Что вы делали на границе тут? Нас всех отправляют, охранят. Типа не допустить прорыва. На самом деле не так. Что-то обошло не то, да? Да, изначально все обошло не то. Вы говорили своему начальству, что по вам стреляют? Да, мы вот эти последние 4 дня только и говорили, типа надо нас вывозить, но срочники не должны выстрелять на границах. Вывозите нас нахер. Позвонил ему, не знаю, комбат или кто он там был. Позвонил, говорит, пограничники остаются, значит, и мы срочники с контрабасами остаемся, защищаем. К вечеру стало уже ясно и в Минобороны. Одним днем дело не кончится. Сообщение о якобы отступлении украинских войск с порталов ведомства исчезло. Аврео губернатора записал новое обращение к курянам с еще более поникшим выражением лица. В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переверен в голосочный режим. Постоянно взаимодействует. А война идет! Война! Война за Россию! Матушка! А-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok